Окей, ребят, сейчас мы пробовали свип без захватки. Сейчас мы перейдем к свипу с первым захватом, это будет андерху. По своей механике свипы в баттерфейр гарде особо не отличаются, они все будут одинаковы. Мы сохраняем ноги правильно, мы вкручиваемся на нижние ноги, поднимаем наверх, не переворачиваем, держим захват. Меняется по факту только работа рук. Дальше, еще немного теории. Если сейчас у нас было без захвата, то мы добавляем захват. Когда мы берем захват, мы должны соблюдать несколько правил. Во-первых, и в гиг, и в науки очень тяжело в схватке взять андерху вот так. Он просто берет, загружает вашу руку, либо направляет вам свой. Да, то есть не надо резко. Либо он либо загружает вашу руку, просто плечом закрутит, а либо заправляет вам свой. То есть все, вы не можете вот так вот в наглую вставить. Поэтому, мейтс, что я делаю, я нахожусь вот так, я боком, я подношу свой корпус, корпус своего противника, и я будто бью локтем мимо него. Пум. Если надо зашел локоть, то с удовольствием зашла вся рука. Дальше. Чтобы у меня был мощный андерхук, мне нужно, чтобы мое плечо оказалось под его плечом. Для этого я делаю дергаю его вперед, резко поднимая свою руку. Пум. Видите, я его накинул на себя. Все. У меня мое плечо под его плечом. Дальше. Недостаточно просто кинуть руку на человека, как вы представляете, волшебные слова, чтобы захват заработал. Нужно прикладывать для себя. Как сделать андерхук мощным? Смотрите, все пальцы вместе. Я перекидываю свою ладонь через человека и как тисками сжимаю. Я тяну свою ладонь к своему плечу. Да, мой рука здесь оторвется. Плотность чувствуешь? Да. При этом, если я голову весил, просто пытаюсь его обнять вот такими вот пальчиками. Плотности нету, ему легко. Сжимаю человека. Это поможет вам удержать захват даже на скольком человеке. Все время работа. Не вот так вот. Напряг? Ну, все, работает. Отпускаю. Взял. Про положение головы. Я считаю, что голову, он и рядом считает, что голову нужно оставлять вот здесь. Засовывать голову под человеком не очень хорошо. Да, вроде бы вы его подцепляете, делаете повыше, отделяете его от пола, можете и поварить. Но на моей практике появляются ребята с очень сильной шеей и очень крепким подборком. Они просто вас своей головой загружают вниз. И вы, вроде бы, всей спиной подняться не можете, потому что, что кажется, физики море. Поэтому вот, моя голова всегда около его плеча. Здесь мы, здесь. Если он прям вот осел плотно, он колени сделал широко, шеи колени сделал, выпрямил спину, да, то есть потом все, собрался переждать бурю. Я не могу его считать, я беру. Я с вами лобешника начинаю смещать его в сторону. Как мы-то вот в предыдущем цепи делали руками. Это немножко нарушит его равновесие, я смогу его переворачивать. Я достаточно часто пользуюсь этим приемом. Именно вот, моя голова, я выталкиваю человека лбом. Когда я забираю еще вот эту руку, получается то, о чем мы говорили до этого. Мы скручиваем его корпус, в дальнейшем нам легко его переворачивать. Это абсолютно легально. Вот, мы не сидим вот так. Ручки не дотягиваются. Все равно не дотягиваются. Я подношу ближе свой корпус. Корпус. Вот. Поднес. Мой лорд и прямо летит жестко. То есть вот у меня были руки. Мой лорд жестко летит. Он снова летает, залетает вся рука. В следующую секунду я его пролегиваю. Бам! Мое плечо под его плечом. Все пальцы вместе. Тяну к своему плечу. Старайтесь не брать очень низко, потому что подиагональность тяга слабая. Вот, на одном уровне с крючком. Пум. Положение. Тянет. Получается хороший плотный захват. Дальше. Я не кривлю свою спину. Моя спина прямая. Сейчас, ребят, мы не берем нижний крючок, чтобы вы пока не путались. Мы добавим его дальше. Верхняя нога под тазом. Коленки максимально широко. Я здесь. Если я его просто подниму, то у него есть опора. Он не хочет падать. Поэтому я ограничиваю при движении. Теперь хочу лишить его опоры. Я забираю вот эту руку. Есть два способа ее забрать. Первый. Я просто своей рукой обволакиваю его руку в район лоня. Вытягиваю под себя. Второй. Я своим локтем подбираю его запястье. Убираю под себя. Бывает, люди знают, что мы хотим у них забрать опору. И убирают эту руку назад. Прям далеко назад. Тогда мы просто делаем прямую хручку сильно вперед. Он все равно ее выстрелит. То есть он либо ее выстрелит, либо его шея улетит на геликен. То есть ему вот эту ручку. Вот она. Мы ее заставили. Заставили ее вытащить. Дальше. Заметьте, когда я забрал захваты, очень многие из вас начинают сразу же падать сюда, не поднимая человека. Поднять человека отсюда достаточно тяжело. Возможно, но тяжело. Я всегда стараюсь пользоваться вот этим моментом, что вот. Я забрал руку. И вот здесь я ложусь и поднимаю. Видите, у меня на поле его уже сместило. Я вкручиваюсь на нижнюю ноге. Мой таз выше его таза. Если мой таз будет ниже его таза, мне его тяжело степануть. Мой таз высоко. Я стою на нижней ножке. Видите, она прямая. Я вверх вкрутился, а не вблок. Движение. Чик. Ой. Могу сюда. Данеслась. Пойдем куда в ногу. Не важно, не выпереду. Жас. Мы не сидим вот так. Мы сидим на боку. Наши ножки внутри его ног, пальчики уже на себя. То есть, мои ноги прилипли к его бедра. То есть, они вот так вот. Вот, мои ноги прилипли к его бедра. Как только он поднимет свой таз, чтобы хотя бы попытаться встать. Пум. Пум. Все. Эти ноги тут же берут захват. Я поднесу к нему свой корпус. Неправильно пытаться закинуть юбок, подтянуть сначала корпус, потом рука. Я не беру вот так. Я замошу свою лобку, прям бью его по руке, закидываю. В следующую секунду я его продергиваю чуть вперед, чтобы завести свое плечо к мужу. Все пальцы вместе взяли. Тиски, локоть смотрит вверх. Дальше я забираю его. Я работаю своим запястьями, я всегда работаю с его локтем. Неважно, каким способом забираю так или вот так. Я все время контролирую его локти. Я вот танцую под себя. Я сижу на своем бедре. Мои пальчики под его тазом. Я начинаю ложиться и я начинаю поднимать. Не просто ложусь. И в конце пытаюсь поднять. Ага, вот. Прямо резко ложусь на бок. Я фронтально впереди не под него. Вот, фронтально впереди. И поднимаю его на ноге. Обратно его принесу. Эту же энергию я использую, чтобы вернуться на нижней ноге. Жук. Толчок. Я могу пойти за ней сюда. Я могу пойти в сай-контроль. Могу пойти в хавгаре оказаться. Это не ладно. Важно, что я перенул человека. Я стал сверху. Я работаю сверху. Понятно? Пробуем в тех же парах, ребят. Привед. Миша, сколько сегодня будет техник? Сколько бог даст? Одна в смысле, как обычно. Да-да-да. Сколько бог пошлет? Реально, на сколько ты планируешь? Ну, еще на часик. На полтора, на два, на три. Как пойдет. Вот я сижу перед ним. Я подъезжаю к нему. Либо он поет на меня. Мой корпус недалеко. Мой корпус вперед. Я заношу свою руку. Закидываю. Хватаю. Я не дергаю его вверх. Я дергаю его вдоль себя. Пальчики. Плотный захват. Дальше, чем быстрее вы заберете эту руку, тем лучше. На счет рекламе тренировки. Я беру локоть, утягиваю его под себя. Я все еще сижу. Я ложусь, поднимаю и вкручиваюсь. Видите, его уже тащат. Я не управляю никуда вот эту ногу. Она была, здесь так и остается. Я толкаю. И реверну. Я его перерываю. Не сижу вот так. Корпус вперед. Мои руки здесь. Заношу, закидываю. Дергаю вдоль себя. Фум. Плотность. Забираю. Пальчики на себя. Коленки широко. Я не засовываю здесь колени. Поднимаю, иначе я не смогу ничего сделать. Я ложусь на бок, поднимаю ноги, вкручиваюсь. Видите, он руками плотно прижат ко мне. В верхней точке я толкаю его ногой. Ногой. Я его переверну. Вы очень внимательно работаете со своими ногами. Ваши ноги должны быть прижаты к нему. Ваши ноги должны чётко работать. Вам будет тяжело сыплывать отсюда. Особенно, если у вас нет чистой техники. Вот отсюда, когда вы забрали, вам будет сыплывать тяжело. То есть, вам будет сейчас поднять его на этой ноге. Крутиться. А потом, например, всё это делать с нуля. Сейчас у вас есть возможность делать такой раскачки. Когда у вас есть и ноги, вам легче. Не надо с ним сплавливаться. Пытаться его, например. Так вы убьёте себе. Ну, просто подрядьте кучу сил. Вопросы? У тебя? У меня есть вопросы. Мы узнаем, давай. Я уже получил. А, всё. У меня есть вопросы. Да. Он должен сохранить устойчивость, когда мы подбиваем под подмышку. Ну, потому что зачастую просто человек улетает. Отлично. Если он улетает, ну, если он улетает куда-то вперёд, ну, отлично, всё. Ну, его перевернули, два балла уже есть. Ну, а в реале. То есть, он старается сохранить устойчивость. Тебе этого движения не хватает. А, обычно? То есть, человек всегда, человек в борьбе, он всегда ищет компромисс. То есть, я засунулся на руку. Вроде бы понимают, что я буду забирать вот эту, но если я его не поставить, он минимум ударится лицом в мою коленку. А это мы играем. То есть, мы выгружаем его, заставляем вставить. Вот я подтягиваюсь, вот я забираю. То есть, это даже не удар, а растягивание. Да, я просто его вывешиваю. То есть, у него на семинаре в кимоно, те, кто были, смотрели видео, могли увидеть, как Тёма Ухаев, убрав руку вот так, вот чуть не вошёл лицом в коленку как-нибудь вот так вот. Вот он сделал, с другой стороны, он убрал руку, но это не особо его спасёт. Опять же, обратите внимание, нам нужно убрать упору. Если он прячет руку, чтобы не отдать её, нам куда-то далеко убоет. Вот здесь у него нет опоры. А всё равно падает. Клювом, короче. Клювом. Всё то же самое в тех же парах, ребят. Второй раз по положению головы поесть. Ты максимально ровный. Я, у меня прямая спина, я не сгибаю. Ум, ты башку, я тебе. Вот, я тебе сгибаю, я думаю, что ты головой сейчас сгибаешь. Ум, получается, ты давишь. А вот этот хрюк, ты потом просто меняешь, он на руку, как я переворачиваю. Таня меняет партнёров, как перчатки. Мужики мне не выдерживают. Таня меняет партнёров. Это пустянид. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я пальчик на себя, коленки широко. Часто люди оседают в этой позиции, особенно кто ходил на вольные борьбы, разводят колени максимально широко и оставляют руки пошире, колени шире, руки пошире, голову вниз, да, и начинают вот так вот сидеть. И периодик достаточно тяжело. Поэтому я всегда своей головой слежу за ругой. Он опускает башку ниже, я опускаю башку ниже, начинаю ее смещать в сторону. И тянуться за его ручкой. Видишь, что он опускает не может, я все-таки немножко сверну его корпус. Дальше. Я. Смотрите. Я, допустим, понимаю, что у него будет тачь жопинг. Я поднимаюсь, ложусь, точную, вкрутился, пальчики на себя, толкнул, иду за ним. Как совершенно? Достаю, я его переверну. Механика не отличается, ребят, меняется только захваток. Я еще немного расскажу, как все это комбинировать, как это работает в борьбе и так далее. Поэтому я понимаю, что все загрузились уже. Чуть-чуть потерпите, не уходите. Дальше тоже интересный, полезный материал. Еще раз. Так. А что неправильно? Вот этот вот отворот в вашей голове, когда вот так вы делаете. Во-первых, вы за счет этого поворота немножко кривите себе спину, ваша спина становится слабее. Вот так. Я сношу его в ту сторону, я переворачиваю его туда. Зачем мне отворачиваться вот так вот? Так теплее. Вот. Дальше. А не должно быть такого, между вами такое расстояние. Первый взгляд, человек просто засунет руку вообще, просто выжгнет вас подальше отсюда и по лотку. Мы всегда плотно. Вот. Вот я ставил свою голову. Вот я работаю. Ищу его. Дальше. Если ваша подмышка не съела его плечо, нахуй, где-то вот чуть ниже, вот и у него хорошо, погоди, у него хорошо отмечено плечо в красном кругу. То есть, если моя подмышка не закрывает, он просто вытянет руку. Поверь, человек в борьбе, вы, наверное, борьбой занимаетесь, борьбиком тренировка. То есть, ну, люди не хотят проигрывать обычно, они выталкиваются, выпихиваются, вытаскивают свои конечности. Если вы не возьмете прямо вот здесь, скорее всего, он будет достаточно быстро вытащит вашу конечность. Дальше. Мои ножки всегда плотно. Если мои ножки будут стоять на полу отдельно от него, он просто от них отползет подальше, он просто от них рукой отползет, и дальше у вас будут проблемы. Мои ноги все время прижаты к его ногам, коленке. Максимально шердно. А, дальше. Я всегда стараюсь его немножко снести своей головой. Это не больно, то есть я же не бью его башкой. Я сношу сворачиваю корпус. Вот. Это позволит мне направлять его во время свипа. То есть, смотрите, вот я толкаю, видите, я направляю, 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 направляю. То есть, я не упрячу с него головой, чтобы боли не делать. Но я все это время руковожу. Ой. Стоян. Это вам место. А я все время своей головой направляю. Карбот это. На него. Аааа. Дальше. Важный момент. Еще вот здесь. Ааа. Мои ноги не должны быть далеко, вы не сможете открутиться дальше. Мои движения вот в этом цели вот так вот его в бок куда-то кинуть. Вас не получится, когда человек начнет искать баланс, когда он начнет сопротивляться. Моя задача открутиться вверх. Видите, как высокое стыд на ноге? У меня нога прямая, а таз высоко. Если он будет искать баланс от двигаться от меня, я буду за ним подскакивать на этой ноге. То есть, вот я буду подскакивать. Вот я буду скакать, скакать, скакать. Все время его грузить. То есть, я все время плотно. Видите, я его поднимаю. То есть, когда вы не вкручиваетесь на меня, во первых окончаниях, после я не получу человека перевернуть. Мы должны быть очень высоко. Выкрывает тот, чей таз вышел. Если ваш таз вышел, вы его перевернете. Вопросы еще по работе с самих рук у меня, да? Да. Получается, я правильно понимаю, весь этот поворот, он должен быть не просто вот так вот по кругу, да? А как бы... Как сверло, короче, сворачиваешь его. Да. То есть, я разворачиваю человека, вкручиваюсь... Да, да, да. То есть, в результате разворачиваешься... Да, да, да. Как сверло. Еще момент. Вот есть разница между андерхуком и оверхуком, да? Это разные захваты, да. Да, есть разница. Дистанция, то есть, к тазу, при оверхуке, она больше. Нет. Мои, ребят. Важный момент. Дистанция вашего таза зависит, не поверите, от вашего таза. То есть, у меня, что и здесь у меня таз близко, что когда у меня овер, я тоже сюда таз поближе запихиваю. То есть, я вот, у меня два захвата, но таз у меня никуда не пошевелился. Если у вас таз далеко, то проблемы не в захвате. Проблема потому, что вы свою задницу не подсудили поближе к человеку. То есть, мы просто подпрыгнем. Да. То есть, ребят, если можно рассуждать логически. Если у вас, если вы меняете захват руками почему-то далеко у вас таз, наверное, это все-таки, ну, не взаимосвязанные вещи. Наверное, нужно просто поправить свой таз. Еще вопросы. Еще вопросы. Еще вопросы. Окей, тогда последний раунд. Отрабатываем. Дальше я вам еще круче все расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok